Добрый вечер, друзья! И сегодня мы продолжаем ГТА. Я Фиромир и Эдис. Всем привет! Ты уже около моих дверей, как я понял? Да, да, да. А, нет. Ворвался. А, да. Уф, с нашим общим дружком пришел. Да, и у нас сейчас, походу, начинаются разборки перед полетами, перед ограблением. Да, да, ребята, наконец-то мы с Фиромиром собрались пройти первое ограбление. Долго мы собирались. Знаешь, я как-то вспоминаю, мы, помню, договаривались, значит, быстренько там в первый день поднимем уровень, сразу ограбление запишем, но оказалось, что это намного длиннее процесс. Да, прошло уже около двух недель, мы только сейчас начинаем. Ну, главное, это начать поздно. Ну, тут у тебя фонаря нету. Только теперь я, по-моему, у меня дофига каких-то других степняков, я не знаю, где у меня прибывает моя героиня, пока я, не знаю, не играю в ГТА, значит, это очень прочие у меня подозрения, что он там рассказывает, там, что встретит, посадит, у тебя взгляд какой-то такой дикой, не знаю, да. Знаешь, что ты меня всегда удивил, это что, не знаешь, что у нас персонажи как не мы, то есть он с нами разговаривает, а мы никогда, значит, там, не знаю, окей не скажем. Да, это реально, я даже никогда не слышал, чтобы мой персонаж разговаривал. А это бывают такие игры, то есть я помню, там какая-то Call of Duty есть, то есть, знаешь, ты начинаешь игру, и в конце игры там куча разговоров, но ты никогда слова не скажешь, то есть выигрываешь там всю войну, но никогда не скажешь там, вот. Наконец-то мы это сделали, да. А, стоп, 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 мне надо тоже за синюю тачку, если совсем забыл, значит, я уже приготовился на своем этом, короче, типа, Альфа Ромео покататься, но не только-то было. Ух, три километра, ну что ж, поехали. А, и да, кстати говоря, я тебе просто так расскажу, я просто эту миссию как-то проходил на консольке, то есть я чуть-чуть представляю чуть-чуть, стараюсь максимально аккуратно ее проходить, потому что если мы попадаем в розыск в полицию, то есть если он собьешь, там, выстрелишь, что миссия автоматически срывается, то есть нужно ни в коем случае не попасть в розыск, вот так вот. Ага. Ну, так же бы лучше. Ну, смотри, у меня просто глушителей нету, поэтому если что-то будем... А тут не придется нам стрелять, то есть эта миссия чисто такая, мы-то приедем, как бы понаблюдаем, там, хакнем что-то типа сеть их там местную локальную и уедем, то есть потихоньку надо все сделать. Ну, попробуем. А вообще вторая миссия после этого и будет, соответственно, непосредственно ограбление, но она будет легенькая, так что я думаю, у нас проблем с ним не будет. Ну да. То есть ты, может, играл, но я последний раз в GTA играл, может, полтора года назад. Как раз, наверное, когда ее, так сказать, выпустили в шоу, да? Да. Даже до того, как ее выпустили, за пару дней ее слили, я уже ее прошел. Ну да, и в принципе тогда еще никаких ограблений не было. Тогда, по идее, я онлайна не было, больше выпустили. Да, онлайна не было. Ну, да, вот этого все первого лица, даже онлайна не было, ничего не было. Классно. В результате сейчас мы просто проедем где-нибудь не там, у нас так, короче, за правила дорожного движения, задерживающие бы и накидать прием. И все, на этом наша история задерживается. Ну, я думаю, все будет нормально. Если бы тут задерживали за нарушение правил дорожного движения, то игроки GTA'шки, наверное, бы никогда из тюрьмы не выходили. Да, там бы только начитали играть и кричали бы там пару метров, и их бы сразу сажали куда-нибудь. Да, субтяжки. О, 300 метров осталось, мы уже практически доехали. Так. Все это время, кстати, этот Лестер, да, он что-то базарит. Не замолкает. Не замолкает. А я уже привык к этому жужжению, что там на заднем фоне, знаешь. Запоминает. Вот, прочно, нам показывают, типа, банк этот маленький такой. Ага. Камера. Вот видишь, что они даже спротивляться не будут, то есть мы просто зайдем как бояре сюда, с ноги, с разворотами. Вынесем и... Превратите на сценарий ячейки задней части комнаты в сейф. То есть нам нужно будет долбить ячейки потом в дальнейшем? Да, кто-то из нас будет сидеть, типа, на машине, а кто-то будет долбить ячейку, то есть, смотря кто там. Ну, по-моему, так как ты организатор, ты будешь, по-моему, вскрывать ячейку дрелью, буром точнее. А я буду, типа, контролировать банк и машину, ну, типа, водитель и штурмовик. Отвезти Лестера на его завод. Да вы издеваетесь опять пять километров назад? Ха-ха-ха-ха. Да, короче, мы, знаешь, какими-то извозчиками-перевозчиками с тобой работаем. Это помнишь, я же, по-моему, фильм какой-то со Стэдхом, он был, там, какой-то перевозчик или как-то. Да-да-да, три части перевозчик, да-да, есть такой. Так, а у меня сейчас начинается, короче, другой экшен, то есть, я тут хакаю, типа, сеть, пока ты едешь. Да ну нафиг, да? Да, ну тут такая, знаешь, мини-игра, помнишь, змейку на телефоне такую, типа, нужно не врезаться в свой хвост? Вот тут практически то же самое, только тебе не нужно врезаться в такие прямоугольники, типа, схемы, вот. Это тебе автоматически далось, то есть, нужно это выполнить? Да, да, это мне ту же самую штуку придется сделать, короче говоря, уже на самом задании, только там, типа, у меня ошибок нельзя будет делать. Ну, то есть, это тренировочка такая небольшая. Да, ну, непонятно. Ну, тоже нормально, знаешь, сделали такое, что, когда кто-то едет и водит машину, то чтобы другой не скучал, да? Да, ты знаешь, я такой просто смотрю в окно, грущу. И самое главное, это пострелять-то тоже нельзя, то есть, если вот так бы мощь был пострелять. Ну, да. А так просто смотреть, что он базарит, там, не очень, конечно, увлекательно. Она же почти прошел третью схему. Ну, как я смотрел дальше, там реально очень сложно будет, то есть, там нужно иметь каких-то очень сгруппированных друзей, чтобы все вместе делать, не ошибаться. А если мы будем играть... Да, и почему, знаешь, у всех должны быть оборудование, то есть глушители. То есть, если у кого-то нет глушителя, то это сразу, короче, всего, потому что он просто стреляет из пистолета, и все, миссия заканчивается. То есть, значит, я обнаружил их, и проигрываешь. Ну да. Если я смотрел там стримы, то даже люди, которые там, не знаю, пару лет знают друг друга и играют вместе в GTA, то и так сложно пройти, потому что, знаешь, кто-то отстал, кому-то в спину стрельнули и всем провал. Ну все, я хакнул эту систему, короче, теперь тебе осталось только доехать, мы там посмотрим еще один ролик, и начнется уже вторая миссия, уже собственно само большое ограбление. Ну тут 800 метров осталось, мы уже тут. Да, и знаешь, так, ты тебе под колеса бросается какой-нибудь бомж, там, под мигель, и нас кидают в розы. Как проиграл, он вещи какие-то бомжи, нет, не бомжи, это мигер. Это забавно. Ну все, уже, уже, уже почти тут. Это все было запланировано. Да, ты знаешь, типа, как в детстве, там какой-нибудь, случайно девочку-нибудь трюк, там, не знаю, на велике или какой-нибудь любой, и потом говоришь, я так и планировал. А, садитесь, ага, садись сюда. Ага, вот теперь в другую тачку пересаживаешься, так дальше. Ну это подручим. Да, другая. Какая-то девка сидит. Поехали. Кстати, как ты помнишь, я думаю, ребята, кто, ну, либо смотрел прохождение, либо сами играли тоже, помнят, что именно вот на этом заводе, по-моему, как раз-таки все эти планирования и ограбления в сингле проходили. Так что что ж такое известное место, достаточно. То есть как бы пересекается одиночка и онлайн. А я, знаешь, я же как-то читал, ну, истории, по-моему, события, которые тут происходят, это до сингла, хотя я могу ошибаться. Ну, потому что мы тут же будем, ну, с похождением этих квестов встречать, там, Тревора 100%, ну, от остальных я не знаю, будем ли мы их видеть или нет, но Тревора 100% точно будет. Ну, я уже видел, я уже прошел вроде одно задание его. Ну, там, по-моему, как-то связано с этими всякими самолетами, да, там, что-то. А я не знаю, я вроде то ли машину украл, то ли взорвал, то ли, я не помню. Ну, что-то я помню, я потом к нему туда в деревню приехал, к нему там, трейлер или что-то у него. Да-да-да, у него еще две шестерки, там, какой-то пацан Банк и какой-то дедок там. Да-да-да-да, пацан вот этот, знаешь, как разговаривает как-то, буквар не выговаривает, и что так, ффффффф. А он классический, знаешь, такой абрыган, деревня такая, по хамань, короче говоря. двух слов еле-еле связывает короче на больше его особо не хватает сейчас доставьте а это то есть мой гараж нужно доставил смотри твоя машинка еще до сих пор никуда не движим и ожидания успешно это прошли дело будь готов не ачивочку дали тебе дальше у меня какая-то странная штука у меня что-то все скачет экран вроде нормально это у меня тоже такое было то есть заезжаешь в гараж потом 5 машина показывается в гараж машин показается было такое да и они они у меня также показывались потом телепортировались из машины сразу появились пешим ну вот все здание нас пройдено а я в машине до сих пор сижу и меня дальше ничего не показывает ну смотри это такое такая специфика этого квеста я думаю что теперь мы вернемся уже следующем здании когда продолжим это ограбление давай давай ну что ребята мы продолжаем это вторая часть нашего первого ограбления ща посмотрим что нам расскажет лестер его подружка да и смотрите какой-то ящик он там или еще какой-то гроб к нас сюда занесли это оружие или что это такое интересное не знаю ща увидим такой хоть миникан достает а это дрель наверно как думаешь а да 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 бур там да или дрель как-то он кстати называется забавно я забыл кого грамотно этот бур или как-то это изма ну ладно я не буду перебирать слова я даже не вспомню потом как нибудь скажу скинь смотри прям удобно так на доске все написано прям этим маркером очень прикольно прям так ровно да маркером все написали как будто реально маркер шрифт идеальный просто не вот с одной стороны странно то что они не локализовали именно голоса но с другой стороны все остальное локализовано идеально да да ну я знаю что полинились может это же рок-стар да зачем переводить на русский когда можно просто читать тренируют короче скилл чтение субтитров это иногда отвлекает вот это чтение особенно знаешь если нужно в какой-нибудь погоне уходить от кого-нибудь и ты пока читаешь врезаешься в кого-нибудь ну или например как сейчас я например хотел смотреть на зад твоего персонажа да на жопу а но не мог потому что я читал субтитры вот сейчас как-то они это не продумали дилема что делать банки 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 ну то есть может кто то скажет что вот мы там разговариваем во время диалога но принципе тут все понятно то есть вторая часть нам нужно угнать какую-то машину а что он там балаболит вот этот лестер это просто сказать более думаю те кто хотят прям особо углубиться в понимании сюжета я думаю они могут почитать субтитры пока мы там разговариваем а чтобы чтобы операции должен с чай выполнить и подкрепительные задания но это понятно эти там и как и понимаешь из таких подсказочек ну да 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 я могу сожалению скипать нельзя поэтому тебе придется их рассмотреть в этом раздельно ходе все все ваши экипировка одежды оружие одежды которые вы будете использовать ага еще долго вот так секунд 20 ну да то есть там они несколько подсказок те будут короче давать а я в это время покажите рассматриваю дощечку есть интересного примечательного нам нужно три здания добудьте машину для отхода она на парковке в дель пьера ее охраняет банда грабителей маленького силу как бы видимо какие-то корейцы там будут короче не как бы намекает наверное на перестрелку уже да да поэтому нужно будет дальше заранее то есть у нас эта фишка что типа в сам замес не влетать то есть день так потихоньку заходить чтобы нас сразу не вынесли там это будет мало ступа ну мы уже немного на натренированные за все вот наконец костюмы ограбления из подобранных в стиле игрока а как из подобранных это я сам себе выбираю да 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 а в стиле игрока как есть я думаю особо это не имеет значения прям эти костюмы быстрее уже хочется угнать тачка нет знаешь просто просто что я могу тут выбирать то есть я могу выбрать будем ли мы себе выбирать маски или будем мы себе выбирать костюм нашей банды но так как банды у нас пока что еще нету нужно уже сделать да то что мы с тобой оттягиваем оттягиваем надо зайти на сайт мне уже писало несколько человек там по поводу банды мы тебе тоже писали о смотри как я жестко выгляжу в ком-то тигровом короче только мне маска не очень нравится сейчас поменяю я тоже поменяю о пусть будет пакет или пуссериот пусть будет пуссериот так ниндзя обычная маска и наверное я короче не буду изменять своим традициям надеемся на голову пакет от бигмака по-моему это самая лучшая маска который такой ваш придумать все я готов в принципе а еще нет а ты тоже решил в пакетике короче пицца прям подходят моей прическе методики по стиль джейсона так рада вас какие-то к мочи это дать короче к сожалению тут нету у тех массы которые я бы очень хотел то есть знаешь вот этим маски монстров а мексиканская маска короче себе для психов вот в свой транспорт на принципе на своем транспорт люди увидят эти из маленького всего короче бобина в пакете из бигмака и какой-то убийца с хоккейной маски мне кажется они сами там отдадут машины сапин сразу наверно ограбление моя машина походу мы на своих тачках ну давай удобненько не надо будет на этом крыше кроме техническим да на котором мы катались угоните кума давай у нас вообще такие машинки да можно снимать короче форсаж 8 не хуже получится с полетами с этим 7 да будем короче между небоскребами с тобой прыгать короче давайте а потом топать чтобы трещь на скрещение такая ровная или наедем на какой-то горбике и взлетим выше вертолета тоже возможно физика это магия ой я конечно не переводится опа как я между вами приехал да 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 тут было опасненько сейчас так я тебе буду тут ждать это я заезжаю наверно на да да что такое блин капец я знаешь меня я не ободел ни один угол машины не пропущу в каждой врежесть ага а можешь почти приехали я думаю что дальше будет удобненько а ща 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 о боже я вижу как-то там долбаться стены давай назад нам нужно на протезе да смотри и там можно будет на самый верх заезжать поэтому ты не спеши высаживаться из машины то есть ты там заезжай заезжай на самом верхнем этаже нужно будет заехать ага давай я уже протезе что это приводит все ужас ну нужно наверно в одну машину садиться да то значит похода в следующем в следующем миссии я буду водителем представляешь какое у нас там вождение будет когда это я буду прижаться я так выехал на блатничке то есть здрасте а то меня уже поджигают а чё там эти как понимают корейцы там знаешь как в фильмах выехал опа привет и назад да 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 ребят мы типа не знакомы давайте просто пройдем мимо ой what the fuck У меня там за окном какая-то бомбардировка началась салютная. Ну я уже не знаю, скольких убил. А я себе знаю, что сделал прицел, как в КС-ке. Тут можно такое сделать. А, такое типа... Четыре паучки. Да, да, да. Он удобнее, мне так кажется. Надо будет попробовать. У меня сейчас пока ещё такая точка классическая. Я знаю, но я не знаю. Как-то хотел себе поменять что-то. Ходить уже будем, а их там, в принципе... Да, да, давай, давай, давай. Так, я там такой хочу... Кстати, ты научился, как восстанавливать здоровье? Это надо, короче, покупать. Знаешь, вот эти, короче, закусочные, там всякие эти... Да, так я и говорю, ты купил себе на всякий случай. Я нет, но в следующем миссии, там нам не придётся... Вот это вот единственная перестрелка, которую мы сейчас с тобой сделаем. О, да. Ты парковалась с механией. А ты знаешь, что это за машина? Она бронированная. Да, и за нами сейчас будет преследование, но ты можешь просто... Так это пол-хрен, то есть она же бронированная, нам ничего не сделают. Да. Я думаю, даже если в неё из РПГ выстрелить, то вряд ли с одного патрона она... Вот, смотри, здрасте, как делишки. Здрасте, здрасте, да. А мы-то можем стрелять. А мы можем, да. У нас-то она бронированная, а отбиваться-то можно. Ты смотри, они стекло не могут пробить, чтобы в нас попасть, но главное, мы можем стекло пробить, чтобы в них попасть. Вот, если ты сейчас присмотришься, то мы стреляем прям сквозь неё. Ну, сейчас вот я начал стрелять, пули прям сквозь неё вылетают. Здрасте, здрасте. Ты тут знаешь, даже спешить не нужно. Зачем? А они, знаешь, какие наивненькие, типа, о, сейчас мы, короче, их покатаем. Вот такая, блин. А она и скоростная, если честно, даже намного скоростнее, чем моя тачка. Хотя моя спортивная, а вот это 10 тонн. Она, скорее, всё тенинговая, знаешь, типа, эти стритрейсеры, там её, типа, немного зарядили, как говорится. Наверное. Сленг. Заряженный там. Опа! Это всё было спланировано. Ты видел? Что было? А, там... Не видел? Близкий, этот, как-то называется, румынский дрифт, короче. Так, ну всё, мы, в общем, они сейчас, по идее, должны с мини-карты пропасть, когда ты близко подъезжаешь к цели. Ага. Не, короче, знаешь, мы подъезжаем к Лестеру, заходим к нему, и там за ними, и за нами такие корейцы ходят. Мы тут просто так мимо проходили, привет. Так, давай. Так, нам куда-нибудь сюда? Вон, куда, да, под мост прямо сгоняешься. Давай. Оу-е-е. Ну, в этот раз мы в текстурке провариваться не будем, тут всё будет нормально. Отлично. Бобина нас встречает. Машенка, конечно. Танк какой-то. Да-да-да. Не, кстати, реально был бы такой, знаешь, типа, разручитель мифов, провести эксперимент из базуки, пострелять в неё, просто проверить, насколько она прочная. Я, в принципе, не знаю, никогда не удавалось проверить. Опа, два куска дали. На норм. Так, ну что, я думаю, теперь мы уже продолжим непосредственно на самом ограблении, так что сейчас, ребятки, мы скоро вернёмся к вам. Да-да. Один, два, три. В общем, ребятки, мы уже вернулись и готовы приступить к финальной части с кучей бабок. Да-да. Ну всё, нам сейчас Уэстер затрёт последние, короче, истины, и мы готовы уже будем с тобой зелёненькие из банка, короче, себе отвалить, короче, к пучкам. Как видите, ребята, точнее, могли увидеть, на нашей стене написано награда 115 тысяч. О, смотри, там даже написано доля 60% или сколько там, сейчас посмотрим. Это же, вроде, сейчас нужно будет настраивать вот это всё. Да, то есть ты можешь настраивать, на самом деле, ты можешь определять долю вообще какую угодно, потому что ты организатор. Ага, я себе всё. Да, 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 90% себе Эдисона забирает, а я потом буду, короче, по Макдакам, шинаряться. Вот, но, как бы, задание, надеюсь, пройдёт достаточно гладко, и мы с тобой нехило так по бабкам, короче, поднимемся, поцарски. Там ещё и бонусики идут, поэтому мы можем... За первое выполнение, да. То есть, фактически, мы получим чуть ли не в два раза больше, чем уговорят суммы за то, что мы первый раз выполняем это задание. Где-то по тысяче, так, сто с чем-то. Сто пять, сто десять. Что, нам опять там куда-то заезжаем, какую-то ячейку, бабки, короче, всё такое. Оторвётесь от погони, заезжайте ко мне. Ну, мне нравится то, что нам, я надеюсь, что нам дадут бронированную машинку, тогда вообще... Да, в специальном, в принципе, для этого её и доставали, я только не помню, по-моему, мы на ней туда и будем приезжать, или она будет там, когда уезжать, но, скорее всего, да. Слышишь, орги какие-то, пока мы с тобой отвлеклись, он уже сюда, так, короче, забрёл. Так, ну что, давай, определяй, короче, доли и стартуем. Ну, сейчас, у меня просто опять подсказки. А, да-да-да, точно. О, видишь роль, я бурильщик. О, смотри, там у тебя, кстати, такой-то, типа, наклейка, будет Эдисон, короче, да, там опасен. Опасен, особо опасен. Громила, там, полёт, нос. Ну, сейчас, сейчас, у меня просто опять эти подсказочки, подождём немного. Здесь можно назначить роли всем участникам. Вантед, бурильщик. Знаешь, какая-то кликуха, знаешь, что бурильщик, блин, реально. Или какой-то тюремный слэм, вообще, я знаю, что там, помнишь, потом, когда как раз в этом рекорд-воруде, типа, водолаз, там, где-то в тюрьму садится, бурильщик. Бурильщик тоже ассоциаций некий есть. Опасен, опасен, ребята. А я, я просто водитель. Я просто водила. Водила, как в такси, короче, этих фильмах, там такая, это, нитро врубаю, поехали. Так, ну, что там у тебя ещё до сих пор подсказки? Всё, как ты, только ты сказал, и всё. О, сейчас. Смотри, 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 что, что нам нужно делать. Мне нужно. Войдите в здание банка, идите к банковской ячейке. А смотри, что тебе нужно. Тебе нужно разбить и камеры. А, камеры, да, да. Разбить и камеры, контролируйте заложников. Ну, так же. Окей, ну, я постараюсь прямо как Тиер из КС-ки сработать. Я честный, да, по 50% каждому. А то там, знаешь, типа, забрал себе все деньги, потом такой, Ферамир умер, короче, от спида, из-за всех этих... Начал. А как мне начало? А, ну, типа, я не знаю, там... Я не могу изменить. А, стоп, 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 я готов. А, ну всё, продолжить. Раз, два, три. Нажал. Опа! О, теперь костюмчики уже с монстрами появились. О, давай, я не знаю, давай, может, красные? Франклин. Ну, пусть будет, да, красненький. Знаешь, типа, там, видишь, тараканчик нарисован, типа, инсектициды даже. Насекомок. О, смотри. Это прикольный. Так, отлично. Ну, нормально с этим противогазиком, ещё прям само-то. Свинья. Инкогнито. О. Уличные. Громила. Пакеты. О, смотри, видишь, это, по-моему, прикольно. Давай прям так начнём какие-то эти... А, ну, ща, ща, ща. О, да, я выберу себе. Пугу. Мурхед. Маска называется Мурхед. Мурхед. Опасно, опасно. Опасно, и вообще. Во, и я так иду. А ты, а ты вот тут... Вот давай, давай. Го, короче, гоу. Доминатор, гаунтлет. Как называется вот та машина, не помнишь? Кака, какума какая-то бронированная. А, да-да-да, какума. Какума, ну. Мы можем выбирать любой транспорт, всё равно там нам дадут эту тачку бронированную. А почему ты вышел в своей одежде, а я... Эм... Ну, а маски будем надевать будем уже непосредственно перед самим этим банком, так что... Наверное. Всё нормально. А, вот, видишь, у тебя появилось. Ну, давай в мою. Не будем ехать по отдельности, зачем? Ладно, давай, я этого опять буду, короче, ловить каждый поворот своим, короче, боком. Тем более у тебя тачка такая, знаешь, оранжево-красная, прям, как грейпфрут какой-то. А, да. Светятся на сон. Ну, я надеюсь, та машина будет нас там ждать. О, кстати, у тебя марка машины этот, как вет. Мы, по-моему, даже его Симону угоняли. Помнишь, как-то в одном из заданий какой-то как вет. А ты себе неон не установил? Неон, а она там, по-моему, стоит, как, я не знаю, как самолёт, штук 50, по-моему. Да, я не знаю, зачем себе купил, но всё же. Я просто подумал, что пока что покоплю там какие-нибудь более оперативные диваны. Представляешь, знаешь, чтобы в реальности неоновая подсветка стоила 50 тысяч долларов. Я не знаю, там можно купить там люкс-класса какой-нибудь там, Mercedes, а это там неоновая подсветка, короче. Ну, за 50 кусков, я не знаю, что себе там купить можно. Только если они там вместо стёкол, короче, алмазы используют. Ну, смотри, мы уже тут отправляйтесь в цех Лестера. Ага, мы идём за машинкой. Да, 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 да. Ты очень знаешь, буро скатал. Нам придётся ещё 5 километров ехать до самого этого места встречи. Да, всё равно, то есть. Давай, паркинг, паркинг. Ну, всё, го, погнали. Пошли, наша машинка уже ждёт нас. Чёрненькая такая. Так, сейчас. А, ну, видимо, я её... Смотри, да, автоматически. У меня даже туда не пустили. Да, ну, всё-таки, мне нужно же отрабатывать светильник. Ты знаешь, бурильщик, ты водила там. А мне тоже там зарплаты, честно. О, ща, ща, ща. Доведите сигнал до выходного порта. Да, нажмите, чтобы прослать сигнал из полиции. Да, я не буду искать. Сейчас. Там будет, кстати, если ты до этого не пробовал, тем очень много. Слышновато будет, так что... Не, Шла, ну, я понял, я понял. Понимаю, что тут и как. Да просто не спеши там потихоньку так, смотри наперёд. Там будет самая трудная, последняя, это трасса. Там вообще нужно будет, типа, ну, много всяких препятствий. Зончик какой-то тут. Да. А там вообще в конце забавная такая пасхалочка будет с Лестером. То есть ты там это взломаешь, у него так, типа, там будет ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, короче, увидишь. А сколько тут уровней? Три, по-моему, насколько я помню. И они, соответственно, по осложнению идут от самого простенького к самому осложненькому. Ну, понятно. О-ой-ой-ой, блин, меня капец не совотит. Ну, нормально, нормально. Скажи, что я не вижу, как ты водишь. Не, ну это в первый раз я, короче, немного... Меня... Немного сместило. Ой, си, блин. Ну что, два километра уже три пятых пути проехали. Ага. Ты там на каком уровне? А, ну, отлично. Как раз. Ох, как он уже запарил базарь и там. Что-то. Он какой-то, видимо, его главная креда просто не переставая перепать языком. Так, один, три километра. Ну, сейчас мы на это на шоссе выехали, поэтому, в принципе, быстрее будет один километр. Ну, что самое главное, нам как-то знаешь, пофиг то, что он там разговаривает. А, потому что, по сути дела, там особо ничего не говорит. Ну, да. Ну, все, я прошел это уже. Ага. А, да. Да, прошел. Окей, на ощупь, я как раз синхронному с тобой. Вот, вот-то фак. Ты видел этот чувак, заходил на порог. И это было реально подставка. Ну, давай, начинаем Ферамир. Let's do it, Edison. Воспользуйтесь телефоном, чтобы запустить программу разблокирования. Так. А, давай-давай. Разблокирование. Я там специально. affe spoilировавшись. Опа. Вот, видишь? Оу-оу, ох-о-оу. Даже... Знаешь, взрывать ничего не требуется. На смотри, надеть маску. Давай. Я выхожу на улицу и тут... А, всё. Кстати, у тебя... А, вот всё, вижу. Ну давай, короче, начинаем. Ты контролируй там заложников, по сути, тебе нужно это делать. Только не убивай. Только не убивай. Не, не, я не убиваю, я камеру разбиваю. Ты же сам сказал там не шуметь, потому что... А, ну там так пошуметь мы можем, в принципе. Я чейку нашёл, так... Сейчас. Ну мне пишут вытаскивать вот это, я вытащу. Только не торопись, иначе будет перегреяться. Да-да-да, то есть, прям, очень плавненько, 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 тут двигаешь. И всего трое, поэтому контролируйте вообще легко. Как у тебя там успеешь? Ну, потихонечку бурю. Давай, ну, в принципе, полицейские вообще не должны прийти, так что у тебя нам времени сколько угодно, то есть, тебя никто не торопит. Ага, ну, у меня три уже останутся, там пять, мне уже три остались. Давай. Две. Какие-то заочники, какие-то пассивные прям. А ты знаешь, в каких-нибудь фильмах какой-нибудь мужик полицейский там выхватит какой-нибудь револьвер в тебе. Ну и всё-всё-всё, фермер, я уже всё, вытаскивай. Давай, вытаскивай, и идём в тачку, короче, выбираешь. Я бы ещё такими темпами... Всё-всё-всё, погнали-погнали, я тебя жду в машине. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, я ещё буду отстреливаться. Давай-давай-давай. Твоя, короче, задача сейчас огнём нас прикрывать. Ой-ой-ой, смотри, он прям нас протаранил. Не зря я себе УЗ-шку, наверное, купил. Потому что пистолетом... Там тут всего 1,8 километра, поэтому я постараюсь аккуратненько... Не, ну по сути, нам же нужно и так, и так будет оторваться. Не, скрыться нам даже и не нужно будет. То есть тут нас будут встречать, я тебе так скажу. Ага. Встречать. Нам нужно просто до точки, типа, знаешь, сходки доехать, а дальше уже нас подберут. Так, ну вот ещё один КПП мы прошли. КПП? Ну да, видишь, они такими, типа, заградительными, не знаю, отрядами находятся. Блокады какие-то. А, ну походу тут мне приходит, придётся на таран пройти. Да пофиг, у нас же бронированная машина, что тут такое? Да, и сейчас, короче, они стреляют, когда-нибудь такая бензобака, так, вау, сразу в машину. Он, видишь, короче, над мостом вертолёт, он сейчас будет нас забирать отсюда. А-а-а, я помню, я помню, помню, я где-то видел вот это, это классно. О, Мак. Помедленно, помедленно, не иди. Давай, давай. Давай, шум. А-а-а, пирамир. Давай, 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 давай. О, да, детка. Конечно, немного этом тормознул, но результат остался верным. Изи. Вы выполнили завершающую операцию. Получих урона, вау, мы даже очистим, чтобы заработали, круто. Ну, вот и первая серия с ограблением подошла к концу. Ну, я думаю, сейчас самое главное, надо показать ребятам наш куш, короче, как ему денежки забирать. О, этот уже не терпится ему прям. Дайте взглянуть. Берём ячеечку. Чё-то он какой-то, знаешь, как сразу метнулся, так, чё-то про нас, главное, чтобы он не забыл потом про нас. Смотри на твою спину. А, у меня твоя татуировка про это просвечивали через кубинезон, нормально. Для первого раза неплохо. Ну, да. Вот, типа нам намекнув, чего мы его потом не поднимали с другими ограблениями, а то значит, разбогатеться хоть. Опа, 115 тысяч. Да. Чистый заход. О, офигеть, 115 косых, вау. 50% от куша, завершенно меньше, чем за 5, ну, хрен, нет. Повреждение транспорта, это да. Без смертей, да. Ну, отлично, просто супер. Элитное испытание выполнено. Ну, это элитное, это, видимо, нужно, чтобы все эти кауни... Буду за первый раз, 157 тысяч, офигеть, ребята, мы поднялись. Да, теперь мы можем с тобой, знаешь, какие-нибудь крутые вечеринки закатывать у нас на хате с такими-то бабками, это будет реально делать то, что надо. Ну, да, по бабкам мы реально подняли... О, еще, еще, сейчас, доступ к транспорту Корума. То есть, мы можем вот эту машину сейчас, я не знаю... А, то есть, мы можем эксплуатировать, видимо... Фиромир, Фиромир, у тебя на руках вот эти деньги, поэтому лучше выложи их сразу. Да, я должна их сейчас выложить. А смотри, Фиромир, мне дали 57 тысяч, как бы, за выполнение заданий, и потом еще 157 тысяч за первое задание выполненное, прикинь? Да, поэтому, реально, это очень прибыльно, мы всем советуем, мне вот какую-то, да, вот дали ачивку неюзвимую, 800 опыта. А где вот эту Корума? То есть, она у меня в гараже или нам нужно ее покупать? Ну, я думаю, мы с тобой выясним, там, это... Я не знаю точно, как ее получить, но, наверное, все-таки ее нужно будет покупать, но это уже дело десятое. А сейчас давай тогда скажем, что, типа, там, подписались, поставили лик. Это, конечно же, если вы хотите, чтобы мы больше проходили ограбление, вот... Но первое впечатление позитивное, то есть, мне понравилось, хоть и не знаешь, там, не какое-то глобальное ограбление, но все же прикольно. Ну да, то есть, заплатили нам прямо-таки по полной, я тоже доволен своим гонораром, я думаю, следующее ограбление будет тяжелее, но и уже и заработки у нас тоже будут побольше. Побольше, да. Ну, все, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забываем на нас подписываться. Всем удачи, всем пока. Пока-пока, ребята, удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok